Сражение с видеоигровым боссом должно быть сложнее и интереснее, чем с рядовыми противниками, если это не какая-нибудь КТЕ-сцена, где для убийства достаточно нажатия на одну кнопку. Для победы над ним от вас потребуются знания игровых механик. Существует огромная вероятность, что вы не сможете уничтожить его с первого раза, ведь пока вы найдёте уязвимое место, он приблизит ваше здоровье к нулю. Особенно это касается японских игр от From Software. Всем привет! С вами канал iGEM, и в сегодняшнем ролике мы расскажем о том, как создать правильного босса, а также разберём удачные и неудачные примеры. Битва с боссом является важным элементом геймдизайна, и правильно сделанное сражение может запомниться на всю жизнь. В принципе, то же самое касается и плохой битвы, только вряд ли вам понравится мысль о том, что вашу игру запомнили из-за неудачного противника, не правда ли? Причём жанр, в который вы добавляете врага, особой роли не играет. Это может быть как платформеры файтинг, так и головоломка с гонками на картах. Стоит понимать, что сегодняшний ролик не топ лучших или худших боссов, а скорее пособие по их созданию. Не обижайтесь, если я приведу одну из ваших любимых игр в качестве плохих примеров. Так вот, сами же боссы делятся на несколько типов. Первый из них — это промежуточные мини-боссы, находящиеся в середине уровня или локации. Чаще всего они являются либо более опасными версиями обычных противников, либо же повторяющиеся версии предыдущего босса. Только на этот раз он кажется не таким опасным, ведь ваши характеристики и экипировка становятся лучше, да и атаки его, скорее всего, не изменились. Не стоит добавлять мини-боссов на каждом шагу. Сражение с одинаковыми врагами очень быстро приедается, и то, что вы измените им чуть-чуть внешний вид, не спасет ситуацию. К примеру, в Halo 5 Guardians мы постоянно сражаемся с блюстителем вечности, хранителем домена. Он появляется сначала на Меридиане, затем на Сангхелиусе, а ближе к концу игры мы сражаемся одновременно с двумя его телами, а в финальных миссиях — с тремя. По сути, этот надзиратель — единственный босс за всю сюжетную кампанию, которая проходится приблизительно за пять часов. Тем не менее, за всё это время враг успевает тебе надоедать. Дальше идут классические боссы — уникальные противники, которые появляются один раз за игру. Пока вы их не убьёте, вы не сможете дальше следовать по сюжету. Ну и, наконец, главный, он же финальный босс. Тут всё понятно из названия. Скорее всего, этот противник находится в конце игры, и после победы над ним завершается основная сюжетная линия. В некоторых видеоиграх есть ещё один тип боссов — секретные, которые на самом деле являются настоящими финальными боссами. Вот только чтобы с ними сразиться, нужно собрать определённые предметы, выбрать правильный ответ в диалоге или пройти все секретные уровни. Среди всех истинных финальных боссов мне в первую очередь вспоминается присутствие Луны из Bloodborne. Для того, чтобы его встретить, сперва нужно применить три части пуповины, спрятанные по всей игре, затем отказаться от предложения Германа победить его в сражении, и после этого юный Великий, всё это время наблюдавший за нашими действиями, появится во сне охотника. Чаще всего скрытные боссы открывают ещё и такую же секретную концовку. Bloodborne в этом плане не исключение, и после убийства присутствия Луны главный герой превращается в младенца Великого, и кукла называет его Добрым Охотником. Хорошо, с типом боссов мы определились, только зачем мы с ними сражаемся? Во-первых, разработчики добавляют их в качестве награды. Вы то и дело убиваете одних и тех же противников, и будет грустно, если уровень просто закончится переходом на новую локацию, где вы вновь будете сражаться с одинаковыми монстрами. А вот после победы над опасным врагом игроки ощущают настоящее удовлетворение. Они чувствуют себя богами, даже если справились с ним с сороковой попытки. Я обожаю проекты от Rocksteady. Они придумали потрясающую боевую систему Free Flow, которую уже 10 лет берут на вооружение другие разработчики. Сражаться с обычными заключенными лечебницей Архэм – одно удовольствие, чего нельзя сказать про боссов, а финальный поединок с накачанным Джокером выполнен вообще ужасно. Если поединки с группами врагов динамичны, то мутировавший психопат просто бегает вокруг арены и размахивает когтями. Бьете его по лицу, он обиженно прыгает на крышу здания, зовет головорезов и в качестве сюрприза кидает подарки со взрывчаткой. Повторите свои действия пару раз, и все, сражение подходит к концу. Вот вам и финальный босс, которому вы продвигались около 10 часов. В следующих частях Rocksteady проделали лучшую работу, вот только Джокер из Архэм Асайлум вам надолго запомнится в качестве плохого примера. Во-вторых, боссов добавляют для того, чтобы проверить знания механик. Это что-то вроде ЕГЭ, и сюда идеально вписывается серия The Legend of Zelda. Возьмем, к примеру, ремейк Link's Awakening. В различных подземельях мы получаем новое оружие, и в течение уровня нас заставляют пользоваться им снова и снова, чтобы в конце концов добежать до главного монстра. Мы уже вдоволь помахали волшебным жезлом на рядовых противниках, поэтому босс в лице горящей головы дает шанс продемонстрировать полученные навыки. Если у вас не получается его одолеть, вернитесь к монстрам, чтобы еще раз потренироваться, ну или в крайнем случае навсегда удалить игру, скорее всего она не для вас. И, наконец, сражение с боссами может предложить совершенно новый опыт. Огромный монстр способен, к примеру, разрушить локацию и обвалить пол, а быстрый человекоподобный противник начнет бегать по уровню и будет нападать на вас в самые неожиданные моменты. Практически весь игровой процесс классических платформеров Super Mario Bros. заключается в прохождении уровней слева направо. На земле, в воздухе или под водой, однако битва с боссами выполнена чуть ли не в виде гладиаторской арены. Теперь вот несколько правил, которые желательно соблюдать при создании босса. Во-первых, ему важно добавить защитные способности, чтобы он мог отдалить игрока от себя в случае критических ситуаций. Ведь если пользователь загонит противника в угол, то без проблем сможет победить его. А какое же тогда в этом испытании? The Game Bakers подарили нам потрясающие сражения с боссами в Fury. Что и неудивительно, вся игра только из них и состоит. Практически у каждого из них имеется подобный защитный навык, даже несмотря на то, что главный герой вооружен не только мечом, но и пистолетом. Еще одно важное правило при создании классического босса — он должен являться частью повествования. Желательно, чтобы мы знали о нем еще до сражения. Геймерам нужно показать, что в ближайшее время они столкнутся с ним лицом к лицу и нашли время на подготовку. Хотя бы морально. Ведь теперь они будут знать, что впереди их ожидает огромная тварь с отвратительными щупальцами, ну или генетическая форма жизни и дисковая операционная система Gladys из Portal. Valve проделала отличную работу и подготовила нас к сражению с боссом дважды. Сначала разработчики заставляют нас выбросить в мусоросжигательную печь единственного нашего друга — Куба Компаньона. Операционная система насмехается над нами, но в этот момент через повествование Valve обучает нас игровой механике, чтобы мы в дальнейшем смогли победить Gladys. Также ближе к концу дебютный Portal геймеры встречаются с неуязвимым роботом, который стреляет по нам ракетами. В этой сцене игрок понимает, что единственная возможность пройти дальше — воспользоваться его же оружием. Эта механика вновь будет использоваться в финальном сражении. Не стоит недооценивать звуковой дизайн. Музыка при сражении с боссами важна ничуть не меньше, чем визуальный ряд. В первую очередь мне на ум приходят игры от Хидеки Камии, руководителя первых Devil May Cry и Bayonetta. Последний пример подойдет сюда лучше всего. Чаще всего при сражении с боссами играет оркестровая музыка, однако как только мы наносим врагу критический удар, включается ремиксовая мелодия, задающая совсем иное настроение. Нам больше не нужно уворачиваться от атак огромного противника. Мы уже победили, и всё, что нам осталось сделать — прожимать QTE и наслаждаться офигенной постановкой. Последний совет всем парням на сегодня. Размер далеко не всегда имеет значение. Взять тоже Metal Gear Rising Revengeance. Восстановленный и модифицированный робот Рэй из второй части вооружён лазером, пулемётами и ракетами, однако, несмотря на внушительные размеры, Райден без проблем отсекает ему руку, а затем разрубает напополам. То же самое касается Ложи Хаоса из дебютной Dark Souls. Этот колоссальный противник атакует по всей площади ветками и способен убить чуть ли не с одного удара. Тем не менее, всё, что вам нужно сделать — пробраться внутрь и разрубить красный корень, тогда он погибнет буквально с одной атаки. У меня есть несколько любимых боссов, и я хочу рассказать о них, а также выделить то, что мне в них больше всего понравилось. Во-первых, это Psycho Mantis из дебютной Metal Gear Solid. Я его считаю самым изобретательным, необычным боссом из всех, что я встречал. Дело в том, что он управляет вашим разумом. Буквально. Psycho Mantis ломает перед геймером четвёртую стену, насмехается над ним, сообщая, что он слишком много играет в игры и даже перечисляет некоторые тайтлы от Konami, читая содержимое карты памяти. После всего этого босс просит положить контроллер на пол, чтобы показать свою силу, и благодаря психической мощи заставляет его вибрировать, а затем начинается сражение. Сражение, в котором вы, скорее всего, умрёте, ведь он постоянно маскируется и практически неуязвим, потому что читает ваши мысли. Как этого избежать? Да очень просто. Вытащить контроллер из первого порта и засунуть во второй, а затем надрать ему задницу. Для меня это один из самых запоминающихся боссов. В конце девяностых сражение с психомантисом казалось нереальным. Люди думали о том, что им управляет кто-то из телевизора. Среди лучших мини-боссов я бы хотел выделить большого папочку из BioShock. Мне безумно нравится их концепция. Эти неуклюжие гиганты ходят в огромнейших водолазных костюмах и защищают маленьких сестричек по всему подводному восторгу, вооружившись гвоздомётом, тяжёлым буром, гранатомётом или ионным лазером. Несмотря на такое вооружение, как персонажи, они пассивны. Большие папочки молчаливы и способны издавать разве что вой китов. Более того, они никогда не станут нападать на игрока просто так. Ведь их основная цель – оберегать детей. Однако, как только вы подойдёте к ним вплотную или же решитесь на бой, огни шлема покраснеют. В безразлично нейтральном состоянии они жёлтого цвета, а при дружелюбном состоянии с помощью гипноза – зелёного, прямо как светофор. Последний пример, который я хочу выделить – это Super Punch Out, вышедшее более 25 лет назад. Неожиданно, не правда ли? Дело в том, что игра предлагает нам уникальное сражение на ринге с 16 персонажами. Секрет этой самой уникальности кроется в анимации бойцов. Скорость каждого из них и последовательность движений продумана хорошо и индивидуально. Как и в настоящем боксе, вам нужно обращать внимание на удары противника, чтобы получить для себя визуальную подсказку. Вы видите, когда враги атакуют или наоборот становятся уязвимыми, и после этого должны подобрать правильную тактику каждому уникальному бойцу, а уже затем показать, где раки зимуют. Кстати, извиняюсь за оффтоп, вы хотите узнать, где зимуют раки? Когда наступают холода, десятиноги опускаются на самое дно водоёма, забираются под коряги в свои тёплые норы и впадают в анабиоз, в котором и проводят всё холодное время года. На этой приятной биологической нотке ролик подходит к концу. Не забывайте ставить лайк, шевелить колокольчик и присоединяться к серверу в Дискорде, а также подписываться на канал, чтобы точно не пропустить новые ролики от IGM. Скоро услышимся! Субтитры подогнал «Симон»!